Добрый вечер Сегодня третий и последний урок на эту тему И хотя в Торе это небольшой отрывок, всего лишь 13 стихов Но вместе с тем он вызвал очень бурные дискуссии среди комментаторов по одной простой причине Здесь рассказывается о наказании, которое получили Муше и Арон За свое поведение в истории раздора Но за что они получили это наказание, совершенно непонятно по тексту И из-за этого почти каждый серьезный комментатор Ходил необходимым дать свою гипотезу на основе каких-то намеков, которые он ищет в тексте В чем же состав преступления? Имеет смысл прочитать еще раз текст, хотя мы его уже зачитывали на предыдущих уроках Так 20 глава, 1 стих И пришли сыны Израиля, вся община, в пустыню Цин В первый месяц и остановился народ в Кадеше И умерла там Мирьям, и там же была погребена Заканчиваются 40 лет пребывания еврейского народа в Синайской пустыне То, что им было предопределено Вследствие очень печальной истории с разведчиками 40 лет скитаться по пустыне Вот эти 40 лет заканчиваются И все те, кто должны были умереть в пустыне, уже умерли Поэтому вся община, то есть все уже те, которые готовы наконец-то вступить в страну обетованную Все они двигаются и приходят в пустыню Цин в первый месяц И вот там умирает один из трех вождей, которые вели еврейский народ до сих пор Все три вождя были из одной семьи, Моше, и его брат Арон, и его сестра Мирьям Вот Мирьям уходит первая И это неспроста, поскольку меняется поколение, уходят и его лидеры И спорил народ с Моше, и не было там воды для общины И они собрались против Моше и Арона Связь смерти Мирьям и то, что не было воды, не случайно Ибо, как повествует устная традиция, до сих пор обеспечение водой в Синайской пустыне Что само по себе является совсем-совсем непростой задачей Было решаемо следующим образом Всюду, где еврейский народ останавливался лагерем Появлялась скала, из которой бил источник Впервые этот источник забил в самом начале путешествия еврейского народа по Синаю Когда Моше своим посохом заставил скалу дать, ударом посоха заставил скалу дать воду И вот с тех пор всюду и везде эта скала следовала за По крайней мере, она появлялась всюду, где еврейский народ становился лагерем Появлялась эта скала, из нее шла вода И таким образом люди имели возможность пить Но вот когда Мирьям умерла, источник иссяк, и скала исчезла И стало понятно, если, может быть, это было непонятно до сих пор Что колодец этот был связан с Мирьям В ее заслугу был этот колодец И как только она умерла, он исчез Народ собирается против Муше Иорона И спорил народ с Мушеей, говорил, лучше бы нам погибнуть Как пали наши братья перед Богом И зачем вы привели общину Бога в эту пустыню? Чтобы нам и нашему скоту погибнуть здесь И зачем вы вывели нас из Египта? Чтобы привезти в это гиблое место Место, где нет ни зерна, ни смоковницы, ни винограда, ни граната Даже воды для питья Это бунт Можно понять, люди, у которых нет воды Люди, которые смотрят в глаза ужасной смерти Вот Жарды Ведут себя таким образом И отошли Муше Иорона от сборщика Перед скалой И он сказал им Слушайте-ка вы бунтари Из этой ли скалы извлечем для вас воду? И поднял Муше руку и ударил посохом скалу дважды Вода изобильно прилазь из скалы И пила община и их скот И сказал Бог Муше Иорона За то, что вы не поверили мне Чтобы осветить меня перед глазами сынов Израиля Вы не приведете эту общину в землю, которую я даровал им Это воды раздора, где сыны Израиля спорили с Богом Вот этот отрывок И, как я сказал, легко видно Наказание означено Точно передано То, что Муше и Иорону придется умереть Не перейдя через реку Ярден Но за что пришло это наказание? Что они неправильно сделали? В чем их прегрешение? Вот Раби Хаим Бенатар Автор известного и замечательного комментария к Торе Ора Хаим В начале своего комментария к этому отрывку Перечисляет Десять Объяснений, которые он находит У Классических комментаторов Вкратце их перечислим Ну, начнем с комментариев Ибнезра Ибнезра сам тоже приводит предшествующие ему комментарии Отвергая их один за другим Первый комментарий Первое объяснение, которое приводит Ибнезра Что проблема была в том Что, как сказано В тексте Муше Взял Муше посох И поднял Муше руку И ударил посохом скалу дважды Скалу было дважды В этом состав преступления Он ударил дважды А надо было всего лишь один раз Но Не было никакой проблемы в том Что он вообще ударил То есть один раз надо было ударить Хотя ему было сказано Говорите Скале Но Разницы между говорить со скалой Или ударить По ней посохом Разницы здесь нет Вот второй удар Это уже был криминал Ибнезра не согласен с этим объяснением Прежде всего Самый простой вопрос Который вызывает Самое простое возражение Которое вызывает Это объяснение А при чем здесь Арон Муше ударил дважды А Арон при чем А ведь наказание Это постигает не только Муше Но и Арон И само обвинение Как звучит За то что вы Не поверили мне Чтобы осветить Меря перед глазами рука В чем здесь есть неверие Если ударил дважды Второе Объяснение Которое приводит Но не Муше И опять же Все это замечательно А при чем здесь Арон Он-то ничего такого не сказал Третье объяснение Что Всевышний разгневался На Муше и Арона За то что они При виде подобного чуда Не воспели Хвалебную песню Всевышнего До сих пор Мы видели Что это Предположим Самое Знамечательное Самое Потрясающее Из чудес О которых рассказывает Тор Это рассечение Моря Что последовало Сразу после Отсечения Моря Муше И весь народ Израиля Поют хвалебную Песню Всевышнего Так оно по идее Должно быть То есть там Где проявляется В нашем мире В котором Всевышний Скрывается В котором Он не проявляет Себя обычно Если один раз Он проявляет Себя Проявляет Свою волю И люди Это видят То Как Выражение Сознания Того что сейчас Произошло Нечто великое Должна быть В хвалебной песне Здесь ее не было За это Они понесли Наказание Ибнезр Не принимает Это Объяснение Тоже Ибо Состав Преступления Не соизмерим С тяжестью Наказания Ведь Для мужей Иарона Привезти Еврейский народ В страну Израиля В землю Обитабанную Это была цель Всех последних Сорока лет Ленин И На пороге Страны Израиля Лишите К этой возможности Это очень тяжелое Наказание Поэтому За то что Не произнесли Ведь ничего Неправильного Не сделали Только По какой-то причине Не произнесли Песни Кроме того Сам тот факт Не произнесли Песни Он тоже Не очевиден Ибо В конце Этого Недельного Раздела Приводится Шир Абер Песнь По поводу Источника И Не исключено Что она Связана И вот С этим чудом Которое Здесь Произошло Так или иначе Ибнезр Не принимает Все эти Объяснения И объяснения Которые Он сам Дает Что была Здесь Ошибка Со стороны Муши В том Что Когда он Ударил Один раз Действительно Вполне Достаточно Было бы Одного Раза Если бы Он сумел Правильно Настроиться При Соответствующем Настрое Тогда Одного Удара Посохом Хватило Но Он не сумел Настроиться Почему Из-за того Что Вот этот Бунт Который Поднялся Обвинения Которые Ему Были Брошены Когда Еврейский Народ Обвинил Его Иарона В том Что Они Они Завели Хотя Народ Шел По пустыне По указанию Всевышнего Был Столб Олблочный Столб Который Лучше Чем Любой GPS Лучше Чем Любой Навигатор Вел Еврейский Народ В то Место Которое Всевышний Запланировал Заранее И они Следовали За ним Как Следуют Люди Сегодня За навигатором Не зная Куда Они Идут Мне Моши Ярон Выбрали Эту Цель Столб Облачный Завел Но Моши Ярон Были Обвинены В том Что Они Завели Народ В Это Гиблое Место Где Всем Предстоит Погибнуть От Жажды Вот Это Вот Самое Состояние И Раздраженность Которую Вызвал Этот Бунт Она И Привела К тому Что Мужи Не Зумел Как следует Настроиться А Не сумев Настроиться Он Не сумел Достигнуть Результата Поэтому С первого Раза Ничего Не Получилось Тогда Пришлось Ударять Второй Раз То есть Не сам Факт Второго Удара Именно То Что Первый Удар Ничего Не Принес Вследствие Того Что Мужи Не Сумел Настроиться А Не Сумел Настроиться Потому Что Потерял На Минуту Самообладание Это Объяснение Ибнезра След За Этим Объяснение Раши Что Поясняет Раши Что Состав Преступления Прежде Всего Был В том Что Всевышний Сказал Муше Говорить Со Скалой Сказать Ей Чтобы Она Всевышний Повелел Скажите Этой Скале А Не Ударься По Скале Если Бо Они Обратились К Скале То Тогда Имя Всевышнего Было Освещено И Прославлено На Глазах У Всего Народа Люди Б Говорили Если Уже Эта Скала Она Выполняет Волю Всевышнего И Подчиняется Одному Лишь Слову А Не Физическому Воздействию То Тем Более Мы Вместо Этого Муше Ударил По Скале Ну И Результат Был Что Вышли Только Какие-то Капли И Тогда Уже Пришлось Ударять Второй Раз К Тому Ж Здесь Присокупилось Еще Вопрос По Какой Именно Скале Муше Искал Именно Ту Самую Скалу Из Которой Бил Раньше Источник Мирьям А Народ Кричал Ему Какая Тебе Разница Если Из Ударяя По Любой Скале Все Это Привело К Этим Плачевным Результатам Но Прежде Всего Главное Что Началось Это То Что Муше Ошибся Ударив По Скале Вместо Того Чтобы Говорить С ней По Человечески Рамбан Отвергает И Это Объяснение И Самый Главный Его Вопрос А Если Не Нужно Было Ударять По Скале Тогда Зачем Всевышний Сказал Муше Возьми Посох Для Чего Его Брать Возьми Посох И Забери Общину Ты И Твой Брат Арон И У них На Глазах Скажи Скале Чтобы Она Дала Свою Воду Зачем Посох Если Не Для Того Чтобы Ударять И Ведь Был Уже Прецедент Когда В Первый Раз Муше Добыл Воду Из Скалы То Это Было При Душе Пользовался В Египте В Ходе Десяти Ударов По Египту Каждый Из Десяти Ударов Там Фигурирует Посох Ему Нужно Было Держать В руках И Не Просто Держать В руках А И Ударять Ударять По Нилу Для Того Чтобы Превратить Его В В Кровь Ударять По Земле И Тогда Поэтому Рамбан Отвергает Объяснение Раш Дальше Рамбан Приводит Объяснение Рамбам Рамбам В своем Юношеском Произведении Шмуна Праким Приходит К выводу Что Грех Моше Был В том Что Он Разгневался И Хотя Для многих Людей Гнев Это Совершенно Естественная Реакция На то Что Происходит Что-то Что Им Не Нравится Когда Их Гладят Против Шерстки Но Для Такого Человека Как Муше Гнев Это Большой Достаток Ведь Это Человек С которого Люди Берут Пример И У него Все Проявления Его Поведения Все Должны Быть Идеальны Поэтому Такой Человек Не Мог Позволить Себе Разгневаться И Это Вменилось Ему В Вину Другому Человеку Конечно С него Так Не 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 Взыскали Но Смушет Да И Снова Рамбан Отвергает Это Прежде Всего Поскольку Всевышний Объясняя Почему Он Дает Наказание Ни Словом Не Упоминает Про Гнев За То Что Вы Не Поверили Мне Чтобы Осветить Меня Перед Глазами Сынов Народа И Вы Не Приведете Это Вообще Это Раз Второе Дежурный Вопрос Почти Ко Всем Ко Всем Объяснениям А Рун За Что Если Муше Разгневался То Причем Здесь А Сам Рамбан Предпочитает Объяснение Рабейну Хананель Но Может Прежде Чем Перейдем К этому Объяснению Рабейну Хананель Добавим Еще Несколько Слов Так Рамбан Утверждает Что Грех Был В том Что Муше Разгневался По словам Ибн Эдры Тоже Понятно Что Ошибка То Что Муше Пришлось Ударить Второй Раз Происходило Из того Что Он Потерял Самообладание А Как Это Произошло И Почему Все Объяснения Мы Понимаем Хорошо Гнев Если Для Простых Людей Пусть Это Очень Нехорошее Проявление Но Понятное И в глазах Многих Людей Простительно То для Мужей Это Непростительно Но Почему Как Действительно Человек Который Обладал Всеми Достоинствами Совершеннейший Человек Как Получилось Так Что Он Позволил Себе Здесь Разгневаться Очень Интересное Объяснение Дает Здесь Равир Муж В котором Он Сплетает Его С Предыдущим Вопросом О Посоле Прочитаем Что Он Пишет И Поднял Муше Руку И ударил Можем ли Мы Взять На себя Смелость Исследовать Эмоции Такого Человека Как Муше Вернейшего Из Божьих Слуг Не Является Ли Это Вообще Наглостью С нашей Стороны Производить Здесь Психоанализ Поведение Муше Для того Чтобы Выяснить Почему Он Разгневался И Если Мы Все Таки Отважимся Сделать Это То Тогда Наше Предположение Будет Следующее В Соответствие С Божественным Повелением Муше Достал Посох Из Святилища Где Тот Пролежал Почти 40 лет Без Употребления Тот Самый Посох При Помощи Тот Муше Творил Чудеса В ходе Исхода Из Египта Пользовался Им Для Десяти Ударов Божественной Миссии Собрал Свой Народ Уточняет Здесь Раввирш Что Конечно же Посох Был не для Того Чтобы Ударять По скале Не нужно Было Ударять По скале Это была Ошибка А для Чего Был Посох Посох Как Символ Своей Божественной Миссии Посох На котором По преданию Было Высечено Имя Бога Ведь Восьмем Простой Пример Человек Который Ходит С посохом Как с палкой Для того Чтобы Опираться Кто-то Ходит С палкой Для того Чтобы Отбиваться От Бандитов А у Короля Который Сидит На престоле У него Тоже Есть Скипетр Жезл А он Для чего Тоже Для того Чтобы Отбиваться Или Погонять Своих Нерадивых Слуг Отбиваться От Дипломатов Посланников Других Зачем Царю Скипетр Зачем Он Палка Она Символ Власти Он Никого Не Бьет Своим Скипетром Но Скипетр Символ Власти И Это Был Распространенный Во многих Странах Подобного Рода Символ Власти Так То же Самое Здесь У Моше Это Символ Только Не Власти А Символ Его В начале Символ Символ Воевал Символ Извлечен Возражение Поэтому Сказать Что Здесь Было Можно Было Кого-то Ввести В заблуждение Этими словами Трудно С этим Согласиться Так Пишет Торахай Еще Одно Объяснение Он Приводит Уже Восьмое По Порядку Что Вот Эти Слова Которые Моше Сказал Рабей Моше Акуен Слушайте Как вы Бунтаре Из этой Или из скалы Извлечем Для вас Воду Это были Слова Отчаяния Что вы Хотите Чтобы Воду Из скалы Доставали Моше Имел Ввиду Мы Люди Разве Мы Можем Достать Воду Из скалы Обращайтесь Но У народа Это было Воспринято Иначе Что Вы Хотите Чтобы Бог Вам Воду Из скалы Доставал Этого Вы Хотите Разве Это Возможно В этом Был состав Преступления С этим Рахаим Даже Особо Не спорят Понятно Что По тексту Это Никак Не проходит За то Что Вы Не поверили Мне Чтобы Осветить Миря За что Все Все Таки Может Ярун Были Наказаны В чем Здесь В чем Здесь Была Проблема И Прежде Не Не будем Застрять Вопрос О том Соответствует Есть ли Соответствие Пропорциональность Преступления И наказания Пока Прежде всего В чем Были Собственно Говоря Ошибки В чем Было Отклонение От Правильного Поведения И Медраж Говорит А здесь Было Несколько То есть Если Комментаторы Пытаются Найти Одно Объяснение То Медраж Здесь Объединяет Было Несколько Ради Зелом Квали Что Здесь Есть Четыре Обвинения За то Что Вы Не Поверили Чтобы Меня Осветить Вы Не Подчинились Мне По крайней Мере В разных Местах Торы Где Упоминается Воды Раздора Есть Четыре Разных Обвинения По Тексту Не Очень Понятно Что Говорит Медраж Что В общем-то Было Здесь Несколько Ошибок Ошибка Первая Это То Что Говорит Раши Что Вместо Того Чтобы Говорить Со Скалой Они Ударили По Скалям Это Первое Второе Мужей Арон Настаивали На Том Чтобы Извлечь Воду Из Той Той Самой Скалы В Которой До Сих Пор Был Источник Мирьям Вот Именно Из Нее Достать Воду А Народ Говорил Да Нет Какая Вам Разница Да Из Любой Скалы Чем Эта Скала Плох Есть Разница Если Чудесным Образом Доставать Воду Из Скалы Это Не То Что Скала Здесь Представляет Такой Резервуар В Который Скрыта Вода Скала Скала Значит Чудо Собирайте Делать Какая Разница Из Какого Камня Делать Чудо Такое Чудо И Ское Чудо Какая Вам Разница Мушер Не Соглашались И Хотели Именно Из Той Самой Скалы И В Этом Была Тоже Ошибка Потому Что Для Того Чтобы Произвести Максимум Впечатления На Народ Максимально Прославить Имя Всевышнего Надо Было Согласиться На Их Условия Хотите Из Этой Скалы Пожалуйста Но Заказ Готов И Еще Это Два Значит То Что Вместо Того Чтобы Первое То Что Вместо Того Чтобы Говорить Или Как Говорит Медраж Можно Было Говорить Максимум Сказать Перед Скалой Диврей Тура Сказать Выучить Какую Нибудь Одну Одну Главу Из Торы Иисусного Предания Она Бы Уже Дала Буду Вместо Этого Палкой По Главе Наконец Дополнительное То Что Было Здесь Два Удара Ну Прежде Всего Говорит Урахаим Давайте Попробуем Ответить На Очень Важный Вопрос Вот Медраж Находит Здесь Ошибки Ошибки В поведении Мужей И в том Что они Вместо Того Чтобы Говорить Ударили И в том Что они Хотели Именно Из той Самой Скалы Нужно Было Согласиться На Любую Скалу И в том Что они Обратились Обидными Словами К народу Обозвах Бунтовщиками Бунтарями А почему Здесь Была Ошибка То есть Когда Всевышний Сказал Возьми Посох Он Имел Ввиду Не для Того Чтобы Ударять По Скале Он Имел Ввиду Как Пишут Другие Комментаторы Как Символ Своей Божественной Миссии Значит Мужей Его Не Понял Или Когда Всевышний Говорил Ударьте По Скале Говорите Со Скалой Он Имел Ввиду Наверное Любую Скалу А Мужей Его Не Понял Он Думал Что Нужна Ту Самую Скалу С Которая Источник Мирям То есть Мужей Ошибается Он Не Понимает То Что Всевышний Ему Говорит Если Так То Мы Далеко Зайдем То Тогда Мы Скажем По Отношению Каких Нибудь Заповедей В Заповеди Мужей Записал В Торе Заповедь Такую А может Он Не Совсем Понял Что Всевышний Ему Говорил Мужей Тора Которую Мы Получили От Мужей Требует От Нас Накладывать Тфелин Коробочки С Текстом Из Торы А может Имеется Ввиду Совсем Другое Может Имеется Ввиду Только Нечто Символическое Может Он Не Понял Это Конечно Нужно Сразу Отнести Потому Что Нам Очевидно Если Мы Принимаем Такое Явление Как Пророчество То Есть Контакт Всевышнего С Человеком И Когда Всевышний Дает Этому Пророку Информацию Для того Чтобы Передать Нам То В этом Заложено Уже Что Пророк Этот Понимает То Что Ему Говорится По крайней Мере Что Касается Муше То Как Говорят Наши Мудрецы Его Пророчество Было Через Совершенно Не Если Мудрецы Говорят Так То Если Другие Пророки Воспринимали Пророчество Через Как бы Через Мутное Стекло То Муше Рабейну Муше Нашего Наставника Было Исключительно Прозрачное То есть Все Совершенно Прозрачно И ясно Слова Торы Пришли Не намеками Слова Торы Пришли Очевидно Если 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 То Как Понять Что Мужа Здесь Ошибается Отвечает Орахаем Следующий Упорт Ведь Всевышний Сказал Возьми Посох Для Чего Может Быть Посох Одно Из Двух Либо Для Того Чтобы Ударить По Скале Как Это Было 40 Лет Тому Назад Либо Для Того Чтобы Этим Посохом Подчеркнуть Божественную Миссию Свою Подчеркнуть Что Он делает Это Не По Своему Разумению Не он Их Сюда Завел А Всевышний Упас Какое Из этих Объяснений Ближе К истине Какое Из этих Объяснений Ближе К рациональному Пониманию Человека Которому Говорит Возьми Посох И Собери Общину Ты Твой Брат Ору И У них На глазах Скажи Скале Чтобы Она Дала Свою И Дальше Сказано И Ты Извлечешь Из них Воду Из Вопросы Связаны Дальше Значит Первый Был Вопрос Для Чего Посох Второй Вопрос Сказано И На глазах Скажи Скале Что Имеется Ввиду Скажи Скале Можно Понимать Это Буквально Ты По-человечески Скажи Скала И Дай Воды Что Может Быть Буквально Но На первый Взгляд Немножко Странно Разве С Скалой Разговаривает Она Что Понимает Человеческий Язык Если От животного Иногда Можно Добиться Понимания Говоря С ним Человеческим Языком Это Больше Человеческой Интонации Чем Языком Но Скала Может Быть Имеется Ввиду Говорите С ней На На Ее Языке Что Такое Язык Ко Мне Умеренное Физическое Воздействие Стукнуть По Непосокам Так Она Поймет Можно Понять Так Можно Понять Так Снова Что Здесь Каким Образом Муше Мог Здесь Разрешить Этот Вопрос Говорит Урахаим Давайте Посмотрим Что Сказано Дальше Еще раз Внимательно Я Медленно Читаю Этот стих Возьми Посор И Собери Общину Ты Твой Брат Арун И У них На Глазах Скажи Скали Чтобы Она Дала Свою Воду Если Повеление Бога Кончалось Здесь Мы Сказали Да Наверное Нужно Ей Сказать Может Звучит Странно Но В этом И Кидуш Ашем В этом Освещение Имени Бога Которое Всевышний Запланировал Чтобы Люди Увидели Что Даже Скала С которой Просто Говорят По-человечески Она И то Готова Подчиниться И дать Свою Воду А уж Тем более И Тогда Первый Вопрос А для Чего Посох Можно Было Понять Что Посох Для Того Чтобы Ударять По Скале Можно Было Понять Что Посох Для Того Чтобы Подчеркнуть Божественную Свою Миссию Тогда Мы Решили Поскольку Ударять То Не надо Нужно Только Говорить Стало Быть Посох Нет Для Того Чтобы Ударять А Посох Только Для Того Чтобы Подчеркнуть Посох Тот самый посох, на котором начертаны имя Бога, тот самый посох, которым, может, я подчеркивал свою миссию во время исхода из Египта, тот же самый посох присутствует здесь. Все это свыше. Но дальше-то сказано, предложение-то на этом не заканчивается. Даже сказано, и ты извлечешь для них воду из скалы. Уже после того, как сказал Всевышний, на глазах у них скажи скале, чтобы она дала свою воду. Уже все сказано. А для чего подчеркивается, и ты извлечешь из них воду из скалы. Значит, просто сказать ей недостаточно. Сказать хорошо им, сказать, да. Но после этого нужно, может, я должен был сделать еще какое-то действие, которое обозначено этими словами. И ты извлечешь из них воду. Значит, не только сказать, но и сделать еще действие. И тогда понятно то, в чем мы сомневались раньше. А посох для чего? Для того, чтобы ударять или для того, чтобы, подчеркиваю, для того, чтобы ударять, чтобы извлечь им воду. Таким образом, одно связано с другим. И из двух возможностей очень близких можно было понять и можно было понять так. Мужей стал склоняться к первому пониманию, более простому, что посох для того, чтобы извлечь воду из скалы. И то, что сказано, говори, одно из двух. Либо нужно было и сказать, и добавить. Сначала сказать по-человечески, а потом на том языке, на котором скала понимает. Кстати, о языке, на котором скала понимает. Прибавляет у Рахаим еще одно соображение. Как вообще можно было понять эти слова, говори со скалой? Ну, скала же не камень. Как на нее можно воздействовать? Конечно же, наши мудрецы говорят, как это написано в книге Таня, прям черным по белому, что, не знаю, у человека есть душа, даже у животных есть животная душа. Более того, даже у минералов, даже в самых простых творениях, минералах, есть духовный корень. Что это за духовный корень? Это те буквы, при помощи которых создавалась каждая вещь. То есть каждое творение, существующее в мире, так оно имеет свое название. Не то название, каким люди согласились его обозначать, а название сущностное в сущностном языке, языке, на котором написано тут. Слово камень, Эвен, состоит из трех символов – Алиф, Бет, Мун, Суфит. Вот эти буквы являются его корнем. Можно это сравнить с таблицей Менделеева. Есть там обозначение элементов. Здесь это не обозначение физических элементов, а здесь это обозначение той духовной сущности, которая и облачившись в материальную оболочку стала камнем. Так вот, для того, чтобы пробудить эту внутреннюю суть, одной из двух, как можно ее пробудить? Один вариант мог Муше понять, для этого и существует посох. Посох, на котором начертано имя Всевышнего. Того, кто создал весь этот мир, начиная от его духовной сути и до его материальной оболочки. Удар таким посохом, он и пробудит внутреннюю суть, и тогда скала починится и даст воду, что хотите, воду, кока-колу, что нужно. Второй вариант – пробуждение этой внутренней сути через то, как говорит Медраж. Медраж, а ты бы пришел бы к скале и получил бы, проучил бы, прочитал бы какую-нибудь главу из Торы. Тора, которая является основой всего создания, из которой исходят те самые буквы. Источник и корень всего создания, и буквы Торы, они создают все. Вот, озвучить этот самый корень, это бы и пробудило внутреннюю духовную сущность, камни и заставку. Ну, что имеется в виду. Снова, на основании всего, что было сказано, потому что в конце сказано, и ты извлечешь для них воду. Извлечешь – это значит, не просто словами, значит, недостаточно говорить, а именно нужно было воздействовать тем самым посохом. Посохом, которым начертано имя Всевышнего, так Мушей и понял, что недостаточно говорить, а нужно было действовать посохом. Ну и, наконец, последнее обвинение. Почему Мушей орум упорствовали, почему оба им упорствовали, что только из той самой скалы, из которой до сих пор получали воду, то есть из источника Мирьяма, а не из любой другой скалы. Потому что снова, как они поняли, после того, как сказано, и на их глазах, собери весь народ, и на их глазах скажи, скажи, чтобы она дала свою воду, и ты извлечешь, чтобы она дала свою воду, то есть ту воду, которая в ней уже есть. Не создание новой воды, не превращение кварцевой породы в H2O, в воду, а чтобы она дала свою воду, ту, которую в ней уже есть. Стало быть, это источник Мирьяма. И дальше написано, и ты извлечешь для них воду из скалы, еще раз подчеркивается из скалы. Ну, мы уж говорили про скалу, а зачем еще раз говорить из скалы? Значит, поняли Мушей орум из той самой скалы. Снова, они понимали, что можно объяснить это по-разному. Но все вместе подошло, если уже и то, как говорилось, до сих пор, то, скорее всего, имеется в виду та самая скалы. Все это привело к ошибкам. Ну, опять же. Ошибку мы поняли. Из-за чего она произошла? И в чем она состояла? Было здесь несколько ошибок. Цепь ошибок. Ну, разве соразмерно с этими ошибками то тяжелое наказание, которое получили Мушей орум? Нет. И вот здесь Марахай Макадош дает объяснение. Просто бриллиант. В книге Дворим. В начале книги, когда Мушей перед смертью передает свое завещание еврейскому народу, то перед тем, как повторить заново все заповеди, он напоминает еврейскому народу все их проступки, совершенные в пустыне. И, смотрите, впрочем, он говорит, что и на меня из-за вас разгневался Всевышний. И на меня из-за вас. Почему из-за вас? Всевышний разгневался на Мушей орум, за то, что они допустили ошибки при водах раздора. Вот за что было. Разве это из-за вас? Разве это вина еврейского народа? В чем же здесь дело? Объясняет Ураха Инта. Мы уже несколько раз об этом говорили. В книге Бамидбао, на самом деле это началось еще и раньше, начинается это еще с греха золотого цветца, происходит перелом. То есть, исход, запланированный Всевышним, исход из Египта, который должен был состоять из трех основных звеньев. Собственный исход, получение Торы на горе Синай и приход в землю обетованную, в которой Тору и нужно было реализовать практические жизни. Вот до горы Синай все шло хорошо. Там произошел надлом. Грех сначала, грех золотого тельца. Вслед за этим история с разведчиками. Когда еврейский народ отказывается идти в землю обетованную. И Всевышний сообщает, что в результате этого разлома действительно получается, что и произошел разрыв между поколениями. То поколение, которое вышло из Египта, оно не войдет в страну Израиля. Оно умрет здесь. А туда придет много поколений. И более того. Вряд наши мудрецы по поводу стиха «И плакал народ в ту ночь, в ту ночь, когда решили, что нет им смысла идти в страну Израиля, и положение безвыходное, либо оставаться здесь в пустыне, либо еще хуже возвращаться в Египет». И плакал народ в ту ночь. Сказал Всевышний. Говорит в предании устной Торы, «И вы плакали в эту ночь». Это была ночь 9 авгу. «И вы плакали без причины, а я устрою вам плач на все века». И в дальнейшем, через 850 лет после этого плача, был разрушен первый храм, когда в Вавилоне не уничтожили полностью еврейское государство, сожгли Иерусалим и храм, увели народ в плен. Вслед за этим, через 490 лет после этого, разрушение второго храма происходит тоже 9 авгу. Под самый конец, правда, у Снадом сгорел храм 10 авгу, но пожар начался 9 авгу. И затем многие-многие беды тоже придут. Какая связь? В чем здесь дело? Почему это так? Это не случайно. То есть в результате, если бы еврейский народ смог войти в страну Израиля на той же самой волне его необыкновенного духовного подъема, на который вышли из Египта, когда Всевышний вознес еврейский народ, нес их, как говорит Тора, на орлиных крыльях, поднял их очень высоко, то тогда удалось бы им все силы зла в себе побороть. И тогда, завоевав страну Израиля, сумели бы основать там государство, государство Торы, вести жизнь полностью по Торе, как жизнь частную, так и жизнь общественную, и удалось бы им реализовать законы Торы в практической, конкретной жизни. Этого не получилось. И вот эти вот первые тяжелые грехи, которые совершились еще в пустыне, они показали, что и в стране Израиля народ будет продолжать отходить от Торы. так и не сумеют реализовать Тору в жизни. Будет борьба, будут периоды, когда чуть больше, будут периоды, когда чуть меньше, но в общем и целом не получилось. Народ потерпит связь. Результат. Результатом будет изгнание. И не только изгнание. С изгнанием связано еще и разрушение храма. О разрушении храма царь Давид в псалмах царя Давида есть такое предвидение разрушения мизморлы Асав Бау Гоин Мигдаша хвалебные песни Асава. «Пришли Гоим в храм». Спрашивает Талмуд хвалебная песня. Надо было бы назвать эту песню, нужно было бы назвать ее плачем, элегией, но не хвалебной песней. Чему радоваться от того, что Гоим пришли в храм, сожгли его, осквернили, сожгли его, разрушили до основания. Отвечают мудрецы. Конечно же, надо радоваться. Да потому что Всевышний здесь излил свою ярость на здании из дерева и камня. Если бы не эта возможность, он бы излил свою ярость на головы еврейского народа. И тогда от него не осталось бы мокрое место. А так мы знаем, страна была потеряна, государство уничтожено, независимость забыта. Народ остался. Остался в изгнании, потом частью вернулся, снова был изгнан. С тех пор ведет свою жизнь в изгнании. Оказывается, неуничтожима. Все это благодаря тому, что Всевышний излил свою ярость за невыполнение Торы, за нереализацию Торы в жизни на здании, на своем храме, на здании из дерева и камня. Но это стало бы возможным только потому, что храм этот был построен не Моше и Аароном. Если бы Моше и Аароном вместе с еврейским народом пришли бы в страну Израиля, и они бы заложили храм, что служили естественно, то храм бы этот уже был неуничтожим. Потому что все, чего касались руки Моше, имеет отношение к Вечности. Нецов, Вечность. Это его духовная ступень. Значит, невозможно было излить гнев на здание из дерева и камня. И тогда бы гнев бы измелся на голову из еврейского народа, от которого не осталось бы мокрого места. А как это все связано с водами раздора? Несмотря на то, что, можно сказать, что произошел этот разлом, произошел разрыв между поколением Исхода и поколением Входа в Ирцесраэль, была возможность все исправить. Эта возможность представилась в водах раздора. Если бы Моше и Арон выполнили все то, что от них требовалось, выполнили бы точно, то тогда бы произошло такое потрясение, произошло бы такое освящение имени Бога, когда люди бы своими глазами увидели, как скала отвечает на просьбу «Дай воды, чтобы люди напились». И скала дает эту воду, тогда бы произошло такое потрясение, такое очищение, которое дало бы возможность еврейскому народу преодолеть в себе силы зла и снова вернуться к той колоссальной силе, с которой вышли из Египта. И на гребне этой волны войти в страну Израиля, и тогда бы уже можно было не опасаться, что будет в дальнейшем отход от Торы. Тогда бы удалось построить жизнь действительно по Торе. Тогда бы это было государство Торы, тогда бы это было реализация Торы в жизни. И тогда нечего уже было беспокоиться, нечего было бы беспокоиться и спрашивать, а что будет, если Всевышний раз гневается, на кого он будет изливать свой гнев? Не нужно было гнева. Все бы шло правильно, все бы шло как надо, все бы шло уже по сценарию. Но Муше и Ару этого не сделали. Они здесь опасались. Они боялись, что если они поймут, было две возможности понять, ударить или сказать той самой скале или любой другой скале. Они побоялись. Если говорить, а вдруг не получится, будет Хилу-Ля-Шем, будет наоборот осквернение имени Бога. Если говорить или ударить, но не той скале, это может быть получится, а может быть нет, так выйдет страшное народ осквернение имени Бога. Лучше может быть минимум. Во-первых, той самой скале, во-вторых, на всякий случай ударить по ней. За то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами народов Израиля, вы не приведете эту общину в землю. То есть, это не столько было наказание за то, что они здесь сделали. Это было то, как сказано в книге Дворим, и из-за вас разгневался на меня Бог. Из-за вас. То есть, для того, чтобы спасти еврейский народ в дальнейшем. Поскольку сейчас уже окончательно решено, что теперь будет разрушение изгнание. Теперь будет изгнание. Нет, не использована была возможность предотвратить процесс отхода от Торы и разрушение изгнания. Из-за этого мужей Арону придется остаться здесь. Они не смогут прийти в страну Израиля. Им придется остаться здесь для того, чтобы дать возможность еврейскому народу спастись тем, что гнев Всевышнего и зальется на здание, на храм, на здание из дерева и камня. Вот в чем суть, вот в чем глубокая сущность вот этой истории с водами раздора. Вот то понимание, которое дает возможность понять и принять и дает возможность сопоставить самые разные отрывки вместе и выйти с ощущением, что мы действительно понимаем что здесь происходило. А комментарий этот еще раз принадлежит замечательному комментатору Бабихаим Бенатар и его комментарии о Рахаим. Бабихаим 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 Бабихаим